Праздничные богослужения в честь Урюпинской иконы Божьей Матери начались вечером 20 июня. После чего христиане из нашей и других епархий области совершили крестный ход на святой источник, туда, где икона явилась более 200 лет назад. Ее обнаружили на ветвях дерева больные послушницы, которые забрали ее в келью и стали молиться, прося Богородицу избавить их от недугов. Монахи ничутом исцелились, а на месте явления иконы забил целебный источник. Над ним возвели часовню и явленный образ Богородицы нарекли чудотворной Урюпинской иконой. Слух о чудесных силах иконы стал распространяться в народе, после чего священнослужители Урюпинской станицы перенесли святыню в Покровскую церковь. И с 1854 года до настоящего времени чудотворная икона находится в храме Покрова Богородицы города Урюпинска. Вот уже много лет подряд 20 и 21 июня становятся значимыми днями. Для православных христиан Урюпинской епархии. Именно в эти два летних дня, забывая о всех жительских проблемах, люди совершают молитву перед образом Пресвятой Богородицы Урюпинской. Я поздравляю всех, не только горожан нашего города, но по разному не икону Урюпинской Божьей Матери. Это общецерковное празднование. И для нашей земли, Волгодонской земли, это праздник особенный. Уже издавна сюда съезжалось множество людей. По отчетам уполномоченных 40-х, 50-х годов, когда именно была трудная ситуация, и исповедовать веру у Христа, это была целая проблема, на праздник Урюпинска собиралось до 15 тысяч человек с разных областей, были лежащие. Люди шли пешком. Приходили, приходили сюда. 21 июня утром в 6 часов утра началась ранняя божественная литургия в Покровском кафедральном соборе. А в 8-м часу крестный ход возвратился в храм от Святого Источника. Все верующие направились к центральному скверу Карки в честь явления Урюпинской иконы Божьей Матери, где когда-то в советское время находился Вознесенский собор. Крестный ход возглавили преосвященные архипастери, епископ Урюпинский Нуванинский Елисей, а также духовенство Урюпинска. На центральной площади в 12 часов дня началась праздничная божественная литургия. Несмотря на палящее солнце и изныряющую жару, на площади собралось большое количество верующих. Взяв с собой прохладную воду и зонтики, горожане молились Урюпинской иконе и просили у нее помощи. По традиции мы сейчас с вами пройдем крестным ходом, так же как и шли, карки построены усилиями. В местах казаков арка это носит название в честь Урюпинской иконы Божьей Матери и уже стала неким символом. Свершив службу, верующие отправились к арке Богородицы, где они смогли пройти под Великой Святыней и окропиться святой водой. Сегодняшний праздник для нас особенный. Я бы хотел поздравить не только жителей города Урюпинска, я бы хотел поздравить, конечно, и жителей всех наших районов, входящих в состав Урюпинской епархии, их 15. Ибо мы сегодня празднуем и день образования Урюпинской епархии. Почетными гостями стали депутаты Волгоградской областной думы, ведь в этом году Урюпинская епархия отмечает пятилетие с момента ее создания. Конечно, в первую очередь хотелось поздравить всех жителей Урюпинской и Новоанинской епархии с таким знаменательным событием. Пятилетие образования епархии. Сегодняшний праздник для Урюпинска очень важен, потому что день явления чудотворной иконы Божьей Матери. Я уверен, что когда Владыка Герман принимал решение и называл Урюпинскую и Новоанинскую епархию, он основывался в том числе и на том, что у нас есть, еще раз говорю, жемчужина православная, это чудотворный икон Божьей Матери. И, конечно, она в любых ситуациях к нам всегда была помощницей. Я уверен, что у нас еще долгий путь. Хотелось бы, чтобы наши епархии православия жили вечно. И я уверен, что это у нас получится.